всем привет с вами мария георгия короленко компания florarium plants и сегодня у нас будет новый ролик посвящен обзору системы миус с баком он стоит правее гоша поехали всем привет будем сегодня рассматривать вот такую систему это почти копия экзотеровского мунсуна но лучше приходит она вот в такой вот коробочке называется она ms plt 01 короче просто миус с баком что в комплекте в комплекте сама вот такая вот штуковина мы ее будем сегодня разбирать внутри у нас все что в комплекте это блок питания насоса 4 форсунки мы их уже тут собирали резак как обычно куча стяжек и всякие уголки тройники и крепежи для шланга крепежей для шланга тут не поскупились насыпали прям много ну и затычка в общем комплект как в обычных остальных миусах но инструкция которую никто читать не будет теперь сама система что мы тут видим эта панель управления это точная копия панели управления миус смарт то очень удобная штука но у миус смарта были проблемы с насосом который там подыхал обычно в течение года он был полностью не ремонтопригодным зато система управления была классная вот здесь значит совместили хороший насос и хорошую систему управления сейчас мы будем разбирать смотреть что внутри здесь торчит шланг с грузиком это никакой не фильтр вот там внутри что-то трясется керамические шарики вот никакой фильтрации они не выполняют это нужно для того чтобы штук просто утонула снимаем да сразу говорю мы эту штуку уже уронили и она треснула поэтому собственно решили сделать обзор вот разобрать ее трещина на работоспособность никак не влияет вот но такую штуку уже не продашь открутили мои 8 саморезов в этих вот каналах открываем или нет это не открутились открутили мои 8 саморезов в этих каналах открываем или нет больше всего мне нравится что они не парятся и берут видимо обычными у смене просто закручивают даже маркировка на нем да это обычный насос от миуса мини очень надежная штука просто его поставили в такой корпус и присоединили контроллеру от смарта в общем все мы этого ждали и наконец они сделали собственно вот сам насос до разъема не замотали изолентой уже чтоб они не выскакивали никуда может от вибрации еще зачем вот этот сам контроллер от смарта кстати качество пайки уже гораздо лучше чем у первых образцов с марта прям видно улучшилось насос привинчен вот к такой площадочки вот площадочка уже прикручена с этой стороны винтами трещины конечно не очень хорошо кто же влага будет попадать внутрь корпуса вот и будет попадать на контроллер поэтому мы и потом замажем силиконом и используем для своих нужд ну да собственно вот входной шланг вот он подключается к миус умения и выходной шланг он подключается такой вот штуки это кстати разъем от осмоса что можно сломается ли потерять заменить вода наливается прямо вот сюда здесь нет никакой крышки которая завинчивается то есть это просто некая такая заглушка которая закрывает от падения туда крупных видимо предметов вода льется прямо вот вот тут желуд попадает по этой трубке прямиком уже в бак в этот бак объемом 12 литров да есть решеточка тоже от крупных предметов естественно всякой мелочь туда может упасть все собираем обратно сейчас будем включать мы налили немного осмоса в бак устанавливаем сверху голову шланг это можно немножко туда сюда подрегулировать все стало плотно подсоединяем блок питания вот сзади разъемчик и мы видим китайскую вилку поэтому нам потребуется переходник в комплекте его нет в розетку пока не втыкаем соединяем выходящий шланг а к нему сейчас будем соединять форсунки несколько штучек все соединения должны прям защелкнуться шланг нужно вдавливать сильно иначе будет протекать вот так вот вот так вот Продолжение следует... 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 Все. Следующее автоматическое срабатывание произойдет через 10 часов. То есть время настройки тоже имеет значение. Допустим, сейчас у нас 12 ночи, следующее срабатывание будет 12 дня. Если вы хотите как-то по-другому сделать, нужно производить настройку в то время, в которое вы хотите, чтобы произошло первое срабатывание. Насчет шума. Да, многие думают, что MIUS очень шумный по сравнению с экзотерой. Он чуть громче, чем экзотер, но он в разы мощнее во много раз. Смотрите. Основной шум создают шланги, которые вибрируют и задевают за тумбочку, за ведро, за что-либо еще. Вот я сейчас буду держать шланг в руках, и мы включим насос. Послушайте, какой звук. То есть основной шум идет от шипения воды из форсунок. Это достаточно тихо. Так, теперь... Снимаешь? Есть возможность ручного включения и выключения опрыскивания. Для этого есть вот эта кнопочка центральная. Вот. Нажав на нее, мы просто выключаем систему. Вот. Сейчас все полностью выключено. Дальше. Если еще раз ее нажать, произойдет включение, и форсунки будут работать до того, как мы не выключим. Вручную это дело. Сейчас насос будет работать, пока не кончится вода, и даже после этого. Поэтому мы выключаем вручную. После этого, через несколько секунд, происходит снова срабатывание. Все закончилось. Это было срабатывание по автоматической программе. Вот. Соответственно, следующее срабатывание будет согласно нашим настройкам. Каким бы тихим не был насос, ночные включения, в общем, никого не обрадуют, особенно в спальне. Да и большинству растений ночное опрыскивание просто вредно. Что с этим делать? Вот. Допустим, у нас настроена программа включения раз в два часа. Он будет и днем, и ночью включаться раз в два часа. Чтобы этого не произошло, нам нужен самый обычный таймер. Механический, электронный не имеет значения. Таймер мы выставляем на то время, когда нам нужны эти включения раз в два часа. Ну, допустим, с 10 до 21. Выставляем текущее время на таймере. Втыкаем. И втыкаем в него настроенный МИУС. Как видите, ничего не происходит, потому что сейчас время 12 ночи. И таймер выключен. Электричество банально не подается на насос и на контроллер. Но, как только настанет 10 утра, который выставлен у нас на таймере, включится автоматическая программа. И это будет первое включение. Соответственно, следующее включение будет в 12, потом в 14, в 16, в 18, в 20 и все. Потом будет ночь. Ночью это вас беспокоить уже не будет. По настройкам все более-менее понятно. Если вдруг кому-то требуется детальное рассмотрение этого таймера, то можете открыть наш ролик на МИУС-СМАРТ. Я прикреплю на него ссылочку. Надеюсь, у меня все получится. Единственное, что сразу скажу, что МИУС-СМАРТ мы больше не продаем, потому что они оказались ненадежными. И чем хорошо появление этой системы, то, что вам больше не надо, как с МИУС-МИНИ, обычно мучиться с баком. Это целиковая система, которую вы сразу ставите в тумбочку и, грубо говоря, вам нужен только бак для слива воды. Поскольку это насос МИУС-МИНИ, то он тянет больше 4 форсунок. Он может примерно 8 тянуть без потерь. Но дальше уже давление будет уменьшаться. Так что насос надежный. Это у нас уже продается. Можно найти в товарах. Я тоже оставлю ссылочку внизу. Стоимость такой системы, кстати, практически эквивалентна стоимости Монсуна в прошлом году. Сейчас она, по-моему, 13 тысяч стоит. Для сравнения МИУС с 6 форсунками стоит 8 тысяч плюс еще секундный таймер 2 канистры. Ну, это будет вам примерно в 10 тысяч вам это обойдется тогда. Вот. Так что смотрите сами. Штука надежная. Мы ее уже опробовали. Ждем вас к нас в гостях. Да будет опрыскивание. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.